В Ривненскую область вернулись бойцы спецподразделений полиции. Это опять заработал оперативный штаб по борьбе с незаконной добычей янтаря. Я напомню, его создали в апреле минувшего года по приказу Хати Деканаидзе, но в начале ноября штаб фактически прекратил свою работу. В янтарных районах области осталась только местная полиция. Изменилось ли что-то с введением спецназовцев, узнаем от Инны Белецкой. Первый блокпост эта дорога ведет к самому богатому и известному в Сарнинском районе месторождению янтаря. А в прошлом году на Гальбине в это время работало несколько тысяч старателей. Только въезжаем в лес, встречаем полицейских. На девятом квартале никого, немного дальше еще один блокпост. Кроме полицейского службу несут две дворняги. Одну из собак назвали Володя, она развлекает правоохранителей. Сегодня им не с кем бороться. На работу старатели с помпами пока не выходили. ЗАЗЛГ знали, что с 6.03 уже будет начать работу оперативный штаб. На данный момент ситуация контролирована. Створены соответствующие пости, патрульные автомобили с метою блокования незаконных старателей, так же и в пошуку новых мест на законную выводку бороться на Сарнинском районе. Те, когда пытались протянуть под ними пожарные шланги для подачи воды на месторождение. Работали, по разным данным, от десятков до сотни помп. Спецназначенцы смогли убедить их прекратить работу. Сегодня мы не увидели здесь ни одной помпы. Встретили только двух старателей. С одним из них бойцы сразу трех экипажей провели воспитательную беседу. На этот раз бойцов распортировали не только в Сарна, как это было в прошлом году. Отдельными оперативными группами их распределили по всем янтарным районам. Как долго будет работать штаб, пока не ясно. По нашей информации, в Ревненской области ждут также и бойцов нацгвардии. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ревненская область.